Правовую тему продолжат новости от компании Гарант. Полезная информация для работодателей и работников. Первая тема – диспансеризация. По закону, раз в три года сотрудник имеет право на один отгул для прохождения медицинской проверки. При этом рабочее место и средний заработок за ним сохраняются. Роструд высказал мнение по вопросу о том, может ли работодатель для предоставления указанной гарантии требовать от работника справку из медицинской организации. В ведомстве уточнили, что трудовое законодательство не обязывает работника подтверждать факт использования по назначению предоставленного ему нерабочего оплачиваемого дня. В нашем регионе нерабочими днями считаются государственные праздники России и Чувашии. Это 8 марта, 23 февраля, 1 мая, День республики и другие. Работа в выходной оплачивается в двойном размере. По желанию работника, работающего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. Если 24 июня приходится на период отпуска работника, то дата окончания отпуска, исчисленная исходя из его продолжительности, переносится на один день. Эксперты компании «Гарант» напомнили, в какие сроки управляющие компании должны отвечать на обращение жителей. На обращение по поводу некачественных коммунальных услуг нужно ответить в течение трех рабочих дней после получения запроса. На обращение по поводу расчетов кварплаты нужно ответить в те же три рабочих дня, сообщив потребителю информацию за спорный период о помесячных объемах потребленных коммунальных ресурсов. На иные обращения жителей своего МКД нужно ответить в течение двух недель. При несоблюдении сроков Госжилинспекция может вынести предписание или выписать штраф. Продолжение следует...